всем привет сегодня у нас на обзоре турнир две крепости обозревать мы будем на карте две горы расскажу вкратце о тактиках на этот турнир о том как его можно играть какие могут быть проблемы какие карты лучше какие карты хуже соответственно расскажу обо всем этом за сторону сопротивления за конфедерацию не мало опыта и сказать ничего не могу собственно турнир заключается в том что у вас есть три штаба частично построена база и вам необходимо защитить ваши штабы или уничтожить один из штабов противника выглядит довольно просто но есть одно но чтобы дополнительно усиленно ведь у них есть такой значок синий щит собственно эти штабы так просто не убиваются они не убиваются авиацией не убиваются лучом наземка убивает их лучше всего из моего опыта но как бы довольно логично потому что в первых своих розыгрышах этот турнир игрался в основном авиация и кто-то первый кто первый сделал пачку авиации вы не штаб тут и побеждал это кстати был самый первый турнир в игре и насколько я помню наш клан тогда взял первое место собственно тогда этот турнир выглядел абсолютно иначе сейчас же с дополнительной защитой штабов этот турнир выглядит намного интереснее в чем собственно особенность игры за сопротивление в этот турнир многие считают ну так как зависит от игроков конечно многие считают что он турнир больше для конфедерации некоторые игроки конфедерации считают что турнир таких все турниры вообще для сопротивления особенностью в том что у вас уже есть частично построенная база поэтому нападать на противника может быть немножко тяжело у вас есть построена база достаточно много ресурсов вы сразу же развиваетесь третий четвертый уровень штаба и просто так на противника вы не нападете нужно подготовить свою атаку правильно если противник грамотный он успеет застроиться стенками построить оборонительные сооружения главная идея заключается в том чтобы противника вашего размотать заставить его свою армию рассредоточить защищать разные точки разные свои штаба а потом в один момент напасть на самый слабо защищенный собственно я выхожу четвертый уровень штаба буду играть через ягуар и хамелеоны делаю еще кречетов в качестве защиты от авиации противника нападать ними бессмысленно здесь идут бои небольшие пехоты за разведку на холмах но это разведка на холмах быстро становится бесполезной потому что авиация и убивает собственно тут разведки как таковой негде поставить да это по большому счету не всегда необходимо насчет карт в этом турнире вот эта карта она возможно одна из самых простых для сопротивления как видим здесь штабы до находится довольно близко один штаб пробивается с холма или вот отсюда с прохода этот штаб отлично пробивается вот отсюда из этих стенок соответственно этот штаб тоже отлично пробивается с холма мою тут штаб находится который пока еще не разведал идея в том что ли штабы очень легко достать с холмов из-за оборонительных сооружений противника поэтому лучше всего выбивать именно их этот штаб надежно довольно защищен обычно его все хорошо прикрывают его вынести уже гораздо сложнее эти штабы обычно намного проще убить особенно если нападать то слева то справа таким образом ваш противник будет не знать откуда вы будете нападать начнутся проблемы он попадает это застроиться стенками но как я уже говорил тут стенки не помогут чтобы находится очень близко к краям противника самая трудная карта в этом турнире это пожалуй река стикс там проходы закрываются сразу же стенками проходы узкие и на просто так как здесь вы не сможете заехать напасть на штабы вашего оппонента вот смотрим я заезжаю и у моего противника авиазавод 3 уровня я принимаю решение в первую очередь вынести его пока не нападать на штаб потому что штаб я тремя ягуарами то не вынесу у него зевса у него торы а если я ему собью производство торов это может поможет мне выиграть какое-то время ну мой оппонент довольно успешно 3 зевса выбивает моих ягуаров под туманом и я последним полуживым ягуаром добиваю авиазавод таким образом я сбил моему оппоненту производства хотя у него есть еще второй авиазавод но тем не менее мой второй отряд небольшой уже готовится противника отвлекать тут основная задача противника закружить голову просто отвлекать его даже на реке стикс это в принципе можно сделать видимо него уже щит на реке стикс просто сделать это намного сложнее там нужно подготовиться напасть 2 3 отряда на каждый проход ряд противник не знает сколько вас там танков потом нужно попробовать вынести альбатросы мимо производства или снести ему строй дворы стенки и ворваться в общем масса вариантов масса основная идея на любой карте заключается в том что противник должен не знать откуда вы в следующий раз пойдете потому что это его собьет это его запутают и вы сможете напасть на нужный вам штаб и быстро его убить смотрим наш оппонент здесь торами выносят мне аэродром точнее пытался его вынести я в принципе хотел нагло пойти в альбатросов за это чуть не поплатился обычно в таких ситуациях я стараюсь делать кречетов сначала чтобы разбивать торов потом переходите в альбов но как видим мой противник в 2 завода он быстрее собрал торов точнее он быстрее напал я хотел собрать 3-4 альба она 2 тором полетел но собственно у меня же три альба троса я вылетаю на моего оппонента смотрим у него здесь защит я ему принял решение выявить завод зевсов потому что если он соберет много зевсов то ему в лоб ну никак не смогу пробить поэтому это довольно не совсем стандартное не совсем очевидное решение проще было бы наверное более очевидно выносить ему аэродромы но я в принципе здесь не боюсь его авиации мне сейчас куда больше куда больше проблем доставят его зевсы поэтому я принял такое решение перемещаю альбатросов на авиазавод который мой оппонент еще не видел он и не в курсе что он у меня есть здесь и у меня три альбатроса этого принципе хватает он сейчас опять вылетает ты бьет по второму аэродрому как и предполагалось 3-3 альбов мне хватает чтобы его кошмарить а сам я в это время начинаю делать кречетов меня сейчас два кречета ну вот они в принципе справляются со своей задачей сейчас летит еще один тор об этом этого я не ждал он пробивает мне по альбам один альб умирает но он разменял его натора так что в принципе окей все более менее нормально значит тем временем у меня как видим уже два отряда один отряд катается по центру отвлекал его внимание оппонент мой смотрел пока летал думал что я буду играть через центр но я тем временем вторым своим отрядом нападаю на него с фланга буду пробивать ему штаб и здесь видим тары нормально попал еще раз точно по туману попадает два тора и в принципе они могут кошмарить наш нашу армию 3 тор такие одиночные залпы торов сейчас более популярно раньше там целой пачкой били сразу три-четыре тора сейчас с новым балансом более грамотные игроки понимают что одного тора хватит чтобы удачно если это удачно попал поэтому они бьют в разные точки чтобы куда-то не поехал скорее всего все равно попадут смотрим здесь опять же торы бомбят наугад но я катался поэтому мне повезло можно сказать мой оппонент ничего мне не убил однако ситуация все равно неприятно я так его торов там достаточно много потерял армии к сожалению здесь видим зевса щит который не пустит нас приехать здесь можно было бы напасть на аэродром но это довольно рискованно можно много потерять я не рискую так понапрасну в этом турнире лучше не рисковать здесь я собрал новый отряд и в принципе готов выезжать выдвигаться в атаку 3 батрос у меня опять есть я готов противника бомбить но пока почему-то не бомблю я больше занимаюсь контролем ягуаров 4 кречита готова перехватывать торов ну в принципе этого хватает большинстве случаев здесь я еще принял решение положить мины мой противник собрал армию по центру и вряд ли он будет нападать на меня с разных флангов потому что зевса просто медленнее ему проще собрать силы в один кулак большой и попытаться пробить здесь вертекс и очень неудачно для меня выбили броника к сожалению здесь видим тор и полетели я теряю аэродром но выживают мои арбатросы к счастью для меня ну и кречитами я стараюсь этих торов сбить сколько могу там еще вертекса полетели мне авиацию выносить мой противник в общем делает упор на авиацию я теряю альбатросов один потерял 2 потерял но вертексы падают потихоньку к сожалению частично улетают один альбатрос у меня еще жив плюс мой противник знает где мои аэродрома потому что 3 аэродром он тоже спалил но есть и плюс он сейчас своих торов посадил меня есть какое-то время я могу на него напасть собственно это я сейчас и делаю выдвигаемся своим отрядом ягахама нужен довольно большой отряд и противника начинаем прессовать здесь сносим ему здание он разряжает своих торов опять тем не менее он попал довольно удачно попал я бы сказал к счастью меня 2 хамелеон был подальше и он остался в живых ягуары тут еле живые некоторые выбиваем ему стенки причем выбиваем принудительным огнем чтобы наш оппонент терял сразу несколько стенок тратил ресурсом то чтобы их построить заново собственно мелочь но довольно затратно если так много стенок сносить для противника это будет довольно затратно теперь нужно выбить ему строй двор он промахивается торами решил что я буду отступать но я здесь не отступал выношу строй двор выношу центры снабжения что у нас тут я хотел его перехватывать коричками а но я его перехватил коричками очень даже удачно очень удачно перехватил теперь можно отступать я тут ягуарами катаюсь и коричками на патруле летаю готовлюсь перехватывать торов тут две положки поэтому туда лучше не лететь у нашего противника тут еще один строй двор готовится общем он стенками закрылся довольно таки прилично довольно тяжело с этим сражаться нужно много контроля несколько отряда вот я вторым отрядом тут его пехотинца выбиваю сразу же отступаем чтобы он просто так может потратить свой залп торов или он начнет армию свою передвигать к центру вот опять полетели торы 5 торы но я буду с ними сражаться буду с ними сражаться подымаю кречетов кречет и догоняют и довольно успешно догоняют выбиваем много торова здесь и вся щит уже готовится нас нападать у меня здесь есть мины которые могут его немного задержать нанести дополнительный урон тем временем я опять же это с того же фланга тут у него по моему 4 уровень штаба был поэтому сюда не нападать но это бессмысленно тут он слишком хорошо прикрыт очевидное решение это атаковать вот этот штаб плюс он довольно далеко от аэродромов то есть ему нужно тратить лишнее время на дозаправку ну и так далее здесь видим зевса щит поехал на мины не хотел зиминировать еще этот узкий проход но не успел он видим взрывается ну посмотрите сколько там потерял зевс на мини он довольно мало теряет однако это лучше чем ничего за 20 ресурсов это может сыграть решающую роль местами ну собственно наш оппонент я решил сыграть так же как он строю стенки он помнит еще про угрозу от арбатросов поэтому не едет туда поехал еще раз по остаткам мин проехался эпично тут еще альбом готовился его встречать пока он там катался тормозил и думал чему делать я подготовил тоже отряд он потерял тайфунов на минах у меня здесь есть яга хам он еще счета оставил позади не до контроль с его стороны и я его убиваю его отряд потерян собственно я выигрыша довольно большом сейчас он как бы не совсем грамотно напал в данной ситуации долго катался туда-сюда он по всем минам проехался потерял тайфунов ну по большому счету вот это его атака стала решающей потому что он потерял все теперь я готов на него нападать мы видим здесь есть отряд который готов на него с фланга ехать тут еще остались несколько юнитов можно его зажимать двух сторон клещи и просто без проблем атаковать здесь выносим ему авиазаводы чтобы он не восполнить не восполнял свои потери авиации не делал новых торов ну собственно все он без армии теперь не составит большого труда на него напасть здесь строить стенки но тайму не особо поможет я с двух сторон нападаю врываюсь тут один отряд тут второй отряд и просто выбиваем оппоненту что ну и на этом бой окончен я выиграл довольно интересный турнир довольно интересное сражение здесь он вам понравился всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока